Друзья, мы вновь возвращаемся на поле битвы Arena for Game. У нас битва за выход в гранд-финал, где бигрипы уже ждут своих соперников. Кто это будет, я люблю ПБ или 5 Ассасинс. Узнаем, возможно, на этой карте, а возможно, через карту. Напомню, что 5 Ассасинов выиграли карту... Карту... всё уже. Преград Багдада. Да, совершенно верно. И сейчас у них Люксвиль. Люксвиль. Интересно, как будут протекать события на этой карте. И, кстати, нажитое, я так понимаю, выигрывает парни из... Я люблю ПБ. Ну что же, меняем тогда местами коллективы. Единичку приписываем обратно команде 5 Ассасинс, так как они забрали первую карту. Ну что, открывайте ставочки. Открывайте ставочки, дамы и господа. Так, ставки полетели. Ставки полетели. Это хорошо. Это хорошо. Ну что, кстати, команда 5 Ассасинс прибегла к замене. Я вот, правда, сейчас не пойму. Мэро на месте, Дезмон на месте, Шао, Эзио. Кого-то не хватает. Ну, Вигл. Ну, Вигл, да, новый пришел. Это стендин, я так понимаю. Арно не хватает. А, точно. Арно. Ну, кстати, вот я, Вигл, не видел еще этого парня ни разу. Как он играет. Ну... Здесь могут, конечно, 5 Ассасинс сами себе проблемы создать. Могут. Могут вполне себе. Ну, кстати, мы уже говорили не раз, что бывает такого рода замена, которая гораздо лучше отыгрывает, нежели их основной игрок. Бывает такое, но не знаю, в этом ли случае произойдет вышеупомянутый фактор. Или же все-таки здесь, как всегда, замена сыграет хуже, чем основной игрок команды. Так, давайте, поехали. Поехали. Мэроу, жми. Инсулин, жми. Все жмите. И начинаем карту. Очень интересно, на самом деле, как же все-таки будут протекать здесь события. Исходя из того, что 5 Ассасинс, они, пожалуй, ну, не то чтобы родоначальники, а они коренные жители карты Люксвильд, да, назовем вещи своим именем. Здесь ожидается от них хотя бы 3-4 раунда в атаке. Да, я все-таки думаю, что заберут, заберут, или я люблю ПБ именно в сторону обороны, но я думаю, это преимущество будет минимальное. Но если, но если я люблю ПБ выиграть эту половину в хлам, то дальше, я думаю, будет немножко не по себе команде 5 Ассасинс. Хотя они вчера показали против Big Grip, что они вообще не из тех парней, которые там сдаются, или что-то еще. Они борются до самого победного конца, и парни обладают очень стойким характером. Ну что, поехали, ребята. Карта Люксвильд, карта номер 2 между 5 Ассасинс и Я Люблю ПБ. Дорога в гранд-финал. Кому же она, так скажем, откроет свои ворота? И кто же пройдет в этот финал? Big Grip, кстати, ведут, будут вести у своих вторых финалистов со счетом 1-0 по картам, так как прошли по верхней сетке. А сам финал пройдет в системе Best of 5, то есть максимум 4 карты мы увидим, ну а минимум 2, соответственно. Так, ну, картина следующим образом обстоит. 4 игрока команды 5 Ассасинс играют под зелень-верхнюю тумбу, Дезмонт на длине. И вот за Дезмонтом хочется очень посмотреть, как он будет действовать. Кстати, на длину не особо-то открываются, ребята, из команды Я Люблю ПБ. Кстати, посмотри, как они находятся, они вообще отпускают тройку, это закрыто. Да, это закрыто, но вот, правда, инсулин есть на верхней тумбе. Так, Сишечки пошли, Хаешечки пошли, у инсулины начинаются проблемы. Шауа, опенфраг, но моментальные размены от Виггла. Кстати, Виггл неплохо начинает для себя эту карту. Так, бета уже, кстати, занята у команды. Я Люблю ПБ, здесь Стэш вместе с Дезалейтедом был взвемо-броняться. А вот Овенг под нижней тумбой также продолжает наводить экшен. 55 хп у него остается, сделал минус по Эзио. Но, да, Виггл здесь его до 33 хп дорейлил. Овенг еще один фраг, но мог и трипл оформить. Но Стэша здесь уже контролит свою снайперскую девайс. Но Мэроу как жестко сработал здесь. Еще и может Овенга забрать, но нет, Овенг здесь очень сильно стреляет. И у Мэроу 29 хп остается. Овенг и Стэшуха вдвоем. Два выживших команды. Я Люблю ПБ, так. Мэроу постепенно начинает выходить на своего оппонента. Но Овенг понимает, что нужно уже как-то идти помогать своему тиммейту. Со снайперской винтовкой здесь не особо сильно будет Стэшуха. Немобилен, немобилен. Ой-ой-ой, сверху у нас еще Овенг. Как же вовремя приходит. Какой же Овенг красавчик. Здесь словил просто нереально жесткий тайминг. И это первый раунд за командой Я Люблю ПБ. В частности, наверное, это заслуга больше Овенга как раз-таки. Ну, здесь просто все. Все, из себя выжил парень. Классно действовал в этом раунде. Молодец. Но сейчас команда Five Assassins на самом деле была близка к тому, чтобы забрать первый раунд. Опять же, Мэроу был тем самым острием атаки, который мог на самом деле пропороть уже команду. Я Люблю ПБ в первом же раунде. Так, ну что. Мэроу снова на длине. Здесь Дезолейтед на коврах. С ним начинает перестрелку. Эйзио в это время находит опенфраг по Овенгу. По герою предыдущего раунда Дезмон также забирает и Дезолейтеда. Ну и, соответственно, уже втроем вынуждена обороняться парни из Я Люблю ПБ. Пошли Хаешки на 9. Пошли на мост. Ну что ж, в принципе, неплохо. Неплохо ребята реабилитировались за предыдущий раунд. И вот сейчас просто орет у нас в Чанг Эвинг. В Чанг Эвинг. В закрытую встанем. Ну что ж, давайте посмотрим, сможет ли сейчас коллектив Я Люблю ПБ отыграть в закрытую против своих оппонентов. Но здесь Дритер Рейх стоит у нас на позициях 8. На подхвате у него World. Ну что-то какая-то странная пока что закрыта, если честно. Такое. Верхняя тумба у нас обороняется тремя игроками. И двое бойцов обороняют сейчас позиции Асайта. Но если будет атака через позиции Меда плюс нижняя тумба, Альфа просто развалится. Альфа просто развалится. Здесь Шао попытался выйти через позиции тройки. Спалили то, что здесь есть С5, есть минус. Но здесь Шао и Уиггл моментально оформляют свои минуса. Ворд по-прежнему на восьмерке отыгрывает. Эвинг есть минус. Мару моментальный размен. Падает информация по стэшке сейчас. Ну и сейчас пошла хелпа от Ворда. Уорда оформляет даблкил. Но заход на Асайд имеется. Мару попытается выцелить своего оппонента. Но против снайпера зря попытался отыгрывать. Надо было банально идти и ставить плейн. Уиггл врывается на позиции Б-сайта и потихоньку-то, помаленьку должен стоять плейн. Но там Ворлда под восьмеркой работает и Уиггл это прямо чувствует. Чувствует, что что-то здесь не так. Но все-таки установка плейнта пошла. В руках у него УАшки. И не самый лучший вариант, даже не самая лучшая позиция для УАшек контролить восьмерку. Но здесь скорее всего будет ловить как-то в упоре. Но очень агрессивно отыгрывает со своими восьми хп. Это просто нежелательно. Есть минус, конечно, по стеши, но моментальный размен от Ворлда. Вот здесь Ворлд задал своим оппонентам жару. 47% здоровья у него осталось. И оформил трипл килл. Просто вытащил свою команду со дна. Молодцом. И смотрим, что же будет далее. Но пока что преимущество все равно в один раунд за коллективом «Я люблю ПБ». И смотрим, смогут ли сейчас бойцы коллектива Five Assassins отыграть это преимущество. Или все-таки будет далее нарастать оно. И будет уже два раунда, там три и так далее и тому подобное. Но Дезмонд принимает решение работать через позиции длины. И там его должны ловить. Должны его ловить потихоньку-то помаленьку. Но вот Стеша стоит. Ой, как неправильно. А, нет, он на восьмерке. Прошу прощения, ребят. Я от Дезмонда чекал. Думал, что он у стенки на коврах зависает. Но Стеша у нас на восьмерке. Отпускается полностью верхняя тумба. Стеша стоит, ждет своих оппонентов. Риттерейх с С5 просто отправляет Мару отдыхать. И есть перетяжка на позиции ковров на данный момент. Дезмонд также подтягивается с длины. А Кит Хаи от девятки под миддл. И сейчас ребята должны заходить. Должны заходить уже потихоньку. Но будут разыгрывать only middle. Почему нету работы через нижнюю тумбу, я не понимаю. Что это сейчас за заход был? Что это сейчас такое было? Просто ребята заходят. Один зашел, упал. Второй зашел, упал. Красиво, ребят, зарашили. Ничего не скажешь. Молодцом. И здесь Эванг все-таки находит минус по нижней тумбе. И Дезмонд опять же остается один. Но вот почему? Почему нижнюю тумбу опять надо было выходить в соло? Дезмонд мог халповать своему тиммейту. Но здесь Дритер Эйк просто слышит своего оппонента. Залетает моментальный хэдшот от Эванга с девятки. И как результат это уже 3-1 за коллективом Я люблю ПБ. Не, ну хорошо, хорошо. Парни из России сейчас демонстрируют свой тимплей. И пока что 5-4 Assassin's действительно не проявляет себя именно как команда. И кстати, смотри, замена идет на первом месте. О чем я и говорил. Что зачастую бывает так, что ваш стенден играет лучше, чем игрок основного состава. Опенфраг уже Адритер Эйк имеется у нас. По Дезмонду снова Дезмонд полез один. Мэроу его по каким-то обстоятельствам не прикрыл. Ну ладно. Шау вместе с Выглом сейчас, наверное. Я не знаю, куда они пойдут. То ли верхняя тумба, то ли дроп на нижнюю будет. Но пока чекают сишки. Пока все нормально. Вот Мэроу. Мэроу уже на длине. И это, пожалуй, первая угроза, которая может возникнуть у страж команды. Я люблю ПБ. Но Мэроу отходит опять под дальнюю. Не знаю. Все-таки очень нацелена на тройку команды 5 Assassin's. Здесь сишки я вот не вижу пока. Но я думаю, они где-то и есть. За нижним может. Может где-то здесь. Нет, сишек нет. Здесь есть Стэша. Здесь есть Стэша, которого спалили. И Стэша моментально меняет свое место позиции. Уходит вглубь беты. Понимает, что дальше бороться на этой точке невыгодно. Так. Стэшуха прочекал. Там уже на пробег. На восьмерку. Шау. Доходит минус под изолайт ворлд. И сейчас выход под альф. Может очень даже хорошо зайти у команды 5 Assassin's. А венг здесь борется отчаянно на девятке. И даже, возможно, заберет. Да, забирает еще с МК-23 Шау. Но инсулин здесь очень вовремя дропается на длину. И вигл, 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 ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Два минуса вигл, вигл оформляет. И Дриттер Рейх остается один в один с ним. Неужели сейчас вигл один в три потащит этот раунд? Если потащит, то это будет просто феерия. Да, это один в три ситуация за вигл. И мы здесь просто... Жалко, нет у меня такой нарезочки. Да, сразу же сейчас включить. Вигл, вигл, вигл. Ту-ту-ту-ту. Ну, поехали. Три-два. Три-два. Начинают потихонечку Five Assassin's приходить в себя. Да, не без везения. Да, не без усердия одного из игроков. Но опять же, да, как, я думаю, многие из вас слышали недавно такую фразу в интернете. Я не буду сейчас говорить, кто это сказал и так далее. То есть, если вот твоя команда не отыгрывает, допустим, один игрок из твоей команды не отыгрывает на 100%, как должен, играй на 125%. И получается, если каждый из четырех будет играть на 125%, то же самое и получится все самые 500%. Поэтому, если один из вас не выкладывается, четыре просто остальные обязаны играть. Просто обязаны играть на свой предел, на свой максимум. Так, ну что, выход по тройке у нас имеется. Выход по тройке у нас имеется вновь от команды Five Assassin's. Есть информация у Стэша по этому моменту. Тезмонд, как же на стрельфе вешать по Овенгу сейчас. Ну, вот Дезалейт хорошо здесь заминировал нижнюю тумбу, попрепятствовал дальнейшему развитию атаки именно по нижнюю тумбу, под Альфу. Ну и тройку, возможно, будут гнуть. Да, кстати, под эту точку так-то и идут. Но здесь Ове... Ой, Стэша, хорошо пошло. Хорошо пошло. Но Шау в это время дропается на ковры, забирает на девятке Дезалейтеда. И слушай, в Альфе только один Дриттер Рейх. И он находит минус. Но Шау моментально размен. Мэроу также забирает инсулина. Ой, Стэшуха. Стэшуха, братуха, отличная пачка. Ну и один в один снайпер-команда. Я люблю ПБ, остается с Шау из коллектива Five Assassin's. Ну, Стэша мажет. Стэша мог попадать здесь и был обязан попадать, но не попадает. И все-таки Шау добывает троечку для своей команды. И это 3-3. Баритет установлен. Ехало. Далее. Ну что ж, вроде как очухались. Байцы коллектива Five Assassin's отыгрываются за такое крушительное поражение. Да, 3-1 было. Но вот сейчас молодцы. Молодцы сейчас вроде как проснулись. От Китхаи опять же под позицией ковша у нас залетают. Но ковш, не знаю, вообще... Ой, ковш. Ковры. Ковры просто бесполезно, скорее всего, прокидывают. Вот Дриттер Рейха как запускает спину. Почему никто не контролил вообще семерку? Залетает спину. Раз, два, даблкил. И здесь только Виггл смог разобраться со своим оппонентом. Но, тем не менее, минус 2 еще и по Виггл залетел дэмэдж. Ну и смотрим, что же будет далее. Сейчас Марл должен просто задать жару на позициях длины. Стеша контролит сейчас заход под верхнюю тумбу. 71% на хелсбаре у него имеется. И здесь же инсулин. Здесь же инсулин. Но что с питоном он пытается сделать? Если честно, я пока что не понимаю. Но сидит, ждет, когда же взрывать уже С5. И там Шао потихоньку-то помаленьку попытается пройти. А здесь С5 очень коварно стоит на позициях ковров. И Сишка взлетает на воздух. Но вообще безрезультатно. Шао даже немножко не покоцало. Тем временем, есть работа от Виггл. 24% здоровья от него. Есть перетяжка на позиции ковров. Марл должен потихоньку заходить. Каждую С5 находит просто за бойца коллектива 5 Ассасинс. Но как-то фейл просто по расстановкам С5 здесь, конечно, самые чекаемые точки. Ну ладно. Ладно. Давайте посмотрим, что же будет далее. Будет ли вообще дроп у нас как-то на нижнюю. Здесь нижняя тоже заминирована. Причем очень основательно. Но Эвенг по-прежнему находится на позициях 9. Тем временем Выгл попытался отыграть через восьмерку. Но дропается также на ковер. Марл заходит под мидл. Пошла перестрелка. Шао находит минус по Эвенгу. Есть информация по Борлду. И его также отправляет отдыхать. И позиция уже из 4 в 3 превращается 3 в 2. Здесь бойцы коллектива 5 Ассасинс вырывают преимущество по игрокам в свои руки. И здесь же Инсулин пытается отыграть через позиции 9. У него это получается. Есть минус Шао. Но Шао перед смертью забирает Стэшу. Но это, конечно, совершенно неприятные новости. Амара уходит у нас на восьмерку. Инсулин потихоньку заливается в короб. Вигал сидит спокойно под позициями 7. Здесь, кстати, из C5 еще лежат. Мог бы взрывать. Но, тем не менее, Марвел отправляет его отдыхать. И, как результат, уже счет становится 4-3. Это совершенно не есть комильфо для коллектива «Я люблю ПБ». Поскольку, если сейчас еще 5 Ассасинс смогут оформить пятый раунд свой актив и заберут первую половину, дальше они перейдут на смену сторон. Здесь оборона очень сильная сторона. Но давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что же будет происходить. От Эзио пока что залетает. Опен фраг. Пошла уже нашивка по позициям тройки. И здесь отпускают эту затею отыгрывать как-то в закрытую. Ребята из коллектива «Я люблю ПБ». Дрейтрейк принимает решение про Аркадий. Позиции 7. Есть от него минус по Шао. Но Вигал моментальный размен. Также падает информация, что Низ Тумбу контролит у нас ворлд. По нему залетел демодж. 34% здоровья остается Дезмонт. От Китха есть. 35% взлетает на воздух. Инсулин контролит эту позицию до последнего. Есть от него минус по Вигал. Но здесь же Дезмонт и Эзио попытаются отыграть через эту позицию. От Китхае минус Инсулин. Не смог миновать свою Хаешечку. И здесь же попытался отстоять Эвен к позиции верхней Тумбы. Но нет. Но нет. Бойцы коллектива «Файф Ассасинс» не согласны с этим решением. И здесь же Марл находит все-таки ласцевого оппонента. И счет становится 5-3. И преимущество уже в два раунда за коллективом «Файф Ассасинс». Вот здесь, знаешь, здесь была проблема у команды «Я люблю БП» именно в предыдущем раунде. Так, ладно, здесь пока аркады длинные. Ой-ой-ой, Дезмонт находит первый минус. Мэроу, дальше даблкил. Ой, здесь еще прожимает... Ой-ой-ой, здесь аркадят все. Всем аркады за мой счет, говорят парни у нас. Но и остается Стэшем. Один на один с Вигглом. У Виггла 11 к 5 статистика. Вообще лучше всех. На карте идет сейчас и Стэша. Начинает контролить и Виггл, Виггл, Виггл. Пока что так же у нас отбегает. 23-25 хп, по сути. У обоих равные шансы. Но давайте вернемся к чему... К чему? К тому, о чем я говорил. В предыдущем раунде ситуация была 4-3. У команды... Я люблю ПБ. У них были очень хорошие позиции. Да, один в пленту, один на девятке. И двое в районе бета. Игрок на девятке... Я не знаю, как он погиб, зачем он открыл позицию с ковров. Если вы можете просто на перекрестном огне вот здесь вот играть. То есть один из плента условно. То есть один из девятки, где я сейчас показывал. Другой вот здесь просто с плента закрыт. У нас стреливать в окна. В это время, пока вы стреляетесь, остальные ваши игроки... Вот они просто бегут с беты и начинают уже выходить в спину своим соперникам. И начинают с этой позиции их расстреливать. Почему они отдаются раньше времени, я не понимаю. Зачем чекать вообще эту позицию, если вы стоите в закрытую? Простите, ребят, что отвлекся. Но это 5-4 и минимальный отрыв у команды 5-4. Но они играли за атаку. О чем я и говорил. Что все-таки здесь команда Я люблю ПБ должна была забирать 5-4 первой плейны. Но забрали ее 5-4. Теперь, соответственно, они будут продолжать в обороне с преимуществом в один раунд. Ну вот не знаю. Ошибок миллион у команды Я люблю ПБ. Нужно как-то, если они сейчас проиграют, нужно расстраиваться. Нужно просто делать действительно работу над ошибками. Но здесь ошибок не только у коллектива Я люблю ПБ очень много. Также коллектив 5-Assassins делают свои какие-то помарочки. Но вот сыграть на ошибки соперника лучше всего получается пока что у коллектива 5-Assassins. Ну и, собственно, эта карта, она как-то больше блеска. И, ребята, здесь меньше файлиться, чем бойцы коллектива. Я люблю ПБ, я согласен. Но, тем не менее... Ну что, куда у нас опять один вылетает? Краш? Я не могу понять, здесь тонна флуда. А, вот, вернулся Виггл. Просто не было его. Все, я думал, крошеносый парень. Ладно. Ладно, дорогие друзья, сейчас посмотрим, что будет происходить. Но как-то все равно счет 5-3 первой половины. С учетом того, что 5-Assassins отыгрывали за слабую сторону. Это совершенно не радует сейчас бойцов коллектива. Я люблю ПБ, так что, ребятам, нужно срочно собираться и как-то возвращать уже преимущество в свои руки. Иначе оно будет просто нарастать. Но, опять же, может быть, оборона для коллектива Я люблю ПБ. Это слабая сторона. Вот сейчас на атаке парни просто начнут бахать. И очень жестко. Но посмотрим. Так, ну что ж, готовность имеется. Имеется. Поехали. Сейчас посмотрим сразу же за обороной коллектива 5-Assassins, как ребята будут действовать. Собственно, по каким позициям они будут вставать. И будут ли у нас использоваться здесь C5. Так же, как они их будут закладывать. Сейчас мы все посмотрим. И так же за атакой. Так же за атакой, как ребята будут выстраивать свой вектор. Что они нам покажут. Так, отлично. Все в прогрузе. Ну что ж, давайте посмотрим сначала за вектором атаки. Двое игроков коллектива Я люблю ПБ перетягиваются на позиции Ланга, Инсулин и Эвенг. Стеш остается под позициями Теспауна, если что, будет работать на прокид. Ворлд и Дритерейх будут отыгрывать через ковш. Но здесь уже откид ХАЕ и подрейдили Дритерейха. Тем временем Дезмонд принимает решение агрессивной игры под позициями Трех. И здесь же уже заложил C5. Коварно, коварно. Ничего не скажешь. Но как-то тройка у нас слабенько заминирована. И C5 просто улетает на воздух. Отлично. Опять же, еще одни Сишки нашли. Они отправляются в небытие. Но здесь Маруэлл попытался как-то поджать семерку. Откинул ХАЕшку. Но она даже на ковш не залетела. Как ты ее откинул, дорогой? Как ты это сделал? Что она просто на ковш даже не попала. Вернулась обратно под позиции семи. А Тезио заходит пачкой сейчас по инсулину. ШАО! Неплохо, неплохо. Задает жару сейчас своим оппонентам. Просто моментально похоронил всю атаку на позиции тройки. Ну и Стеша от Кит ХАЕ. Минус ШАО. Агрессивный игрок коллектива Five Assassins. Но здесь остается Стеша в Солочанского. Против четверых своих оппонентов, конечно, пока что никаких радужных перспектив для него нет. Но здесь Стеша заливается под тройку. Эзио чекает восемь. И вот сейчас Стеша как раз-таки засветит свое местоположение. Но здесь от Эзио довольно-таки нестандартная позиция. Но есть информация по Стеше. Пока что Стеша не ловит по себе никакого демеджа. Но также по нему есть информация, что это восемь. Но пока что как-то быстро иритироваться на позиции Б-сайта. Ребята не торопятся. Двое на девятке, двое на бете. И есть перетяжка от Стеша. Под девять как раз-таки сейчас будет заходить. Но здесь просто перекрестный огонь. И парня просто расшили со всех сторон. Есть минус. И как результат это уже шестой раунд в активе коллектива Five Assassins. И ребята берут преимущество в два раунда. Ну ладно. Ладно, смотрим, что же будет далее. Есть работа на позициях двух. Марвел потихоньку минирует семерку. Неплохо. Но посмотрим, сроляет ли эта фишка. Но пока что без результатов. Ой-ой-ой. Здесь Ворлд просто врывается на позиции Асайта. Оформляет даблкил. Эвенг! Эвенг! Остановите, ребята! Это что такое? Это просто уничтожение какое-то у нас происходит. Сейчас даблкил оформляет Эвенг. Даблкил оформляет Ворлд. И остается один Дезмонд. Ну что ж, Дезмонд. Эйс, давай. Хилься, живи, Дезмонд. Покажи, на что ты способен. Есть работа, опять же, по семерке. Но здесь Ворлд не прощает. Оформляет триплкил в свой актив. И как результат, это пятый раунд в активе коллектива Five Assassins. Но сейчас вот команде Five Assassins нужно быть аккуратнее. Да, вот с такими аркадами, как сейчас сделали парни из Я люблю ПБ. Моментальный выход на нижнюю тумбу. Явно к этому не были готовы Five Assassins сейчас. Ну и посмотрим на расположение игроков. Мэрол вместе с Уиглом вновь сидят вдвоем на нижней тумбе. Дезмонд вместе с Шау. Оборона тройки. Правда, Дезмонду здесь уже достается по голове. Братик, не спи! Ой, прикрылся. Так, ладно. С Тэшуха, оборона тройки. Оборона. Атака тройки пока что не... Ну это дроп на низ, это дроп на низ. О-хо-хо-хо, Вигл, Вигл. Ну живи, Хилься. Здесь проблема, конечно, этого парня. Минус три от Вигла. Ну и здесь, честно говоря, как-то все слишком перевернулось с ног на голову. Я думал, что здесь я люблю ПБ и тоже заберу этот раунд. Плюс Дезмонда забрали в начале раунда. Плюс очень организованный выход на нижнюю был. Но как же Вигл здесь раздал? Это просто забей. Это, кстати, вновь аркада на нижнюю. Это вновь аркада на нижнюю! И здесь никто ее не чекает. Кроме Вигла. Да, Вигл здесь один, но он вновь оформляет. Стоп он, фраг. И здесь Вигл вместе с Эйзио творят чудеса техники. Забирают сразу двоих оппонентов. Но Стэшуха пока живет, хилится. Есть еще Дриттер Рейх. Но у Стэша уже проблем ПХП. У него 31% жизни. И сейчас от Дриттер Рейха очень многое зависит. Если зайдет на тройку, можно вполне себе раскачать оборону. Если же нет, то это будет восьмой раунд для команды 5 Ассасинс. И на этом, я думаю, уже... Опа! Асишечка зашла хорошо. Ой, хорошо. Но Дриттер Рейх! Как жестко сейчас ставить. Ну, Мэрол. Мэрол здесь просто обязан забирать этот раунд. Если все-таки выход под бету будет. Да, 31 и 1 ХП. Так, Стэша пока чекает от третьего лица у нас здесь. А там Шау. А там Шау идет спи. Так, ну и последний. Дриттер Рейх как раз-таки у нас. 1 в 2 с 1 ХП. Ну, не знаю. Тяжеловато ему здесь будет. Сишки нету. Сишки нету. Можно устанавливать бомбу. Хорошо, Хилипс. Живем у Дриттер Рейх. Идет на перестрелку. Но Шау здесь, конечно, его без труда перебревает. Но зря все-таки Дриттер Рейх шел именно в такую агрессивную перестрелку. Возможно, нужно было бы просто как-то сыграть. По Сейвове. Возможно, через окна как-то прошить. Поставить голову вторую. Но что решил, то решил. Тем временем 8-5. Уже 5 Ассасинс впереди. Едем далее. Ну что ж, два раунда сейчас отделяют от победы бойцов коллектива 5 Ассасинс. Смогут ли ребята дожать сейчас без проблем эти два раунда? Или все-таки начнутся какие-то агрессивные заходы на позиции? У нас от коллектива «Я люблю ПБ» и просто не смогут 5 Ассасинс удержать эти точки. Но смотрим. Откид ХАЕ по тройку. Здесь Дриттер Рейх попытался на агрессии как-то залететь под эту позицию. Но что-то как-то не задалось у пацана. Что-то пошло не так. Так, ХАЕ под ноги. Моментальный опен фраг. Есть работа уже на позиции 7. Инсулин пытается прикрывать своих тиммейтов. Но пока что не задается. Заходит демаж по Ворлду. Но ребята попытались зайти сейчас под семерку. Точнее, с семерки под нижнюю тумбу. Но там уже взлетели просто на воздух все С5. Полетели ХАЕшки и так далее и тому подобное. Но вообще в сумме Ворлду все-таки не выдерживает. Не выдерживает. Дропается на нижнюю. Пошла перестрелка. Инсулин на подхвате. Тезио залетает даблкил. Ворлд минусует Виггл. Но Дезмонт ставит пачку по стеши. Есть информация по ласт оппоненту. Это нижняя тумба Ворлда. И моментальный дроп от Дезмонта. Есть минус. И как результат уже девяточка в активе коллектива 5 Ассасинс. Так, ну что ж. Едем далее. Едем далее. Один раунд сейчас отделяет от победы ребят из коллектива 5 Ассасинс. Но здесь моментально принимают решение про Аркадий Тлонг. И Мэрл только на обороне. Пошла перестрелка. Дрит и Рейх моментально оформляет минус на своего оппонента Стиэша. С кемпы минусует здесь же Дезмонта. Ну что ж. Пока что даблкил оформляет коллектив. Я люблю ПБ и Эзио. Минус Дрит и Рейх. Ворлд. Моментальный размен. Шао вырывается просто на позиции Ковров. Оформляет даблкил. Есть перетяжка на позиции 9. Там уже у нас работает Ворлд. Но у него 6% здоровья. Установка планета сейчас будет производиться. По нему совершенно походу никакой информации нету. Но Шао все равно находится под восьмеркой. Если что будет моментальная перетяжка. И потихоньку готовится ворлд сэвить позиции плента. Но. Ой-ой-ой. Шао принял решение про Аркадий позиции Ковша. Уже триплкилл в его исполнении. Но это Б-сайт. Ребята сейчас находятся под Альфой. И все-таки принимают решение работать оба через девятку. Но ошибочное оно или нет. Давайте сейчас посмотрим. Есть работа через девять. Просто с двух сторон нашивает своего визави. Есть минус. Ну что ж. Десяточка. Десяточка в активе коллектива Five Assassins. И счет становится у нас уже 10-5. Поздравляем парней с Азербайджаном с победой. У нас, слушай. У нас в боевом дивизионе азербайджанское дерби. Five Assassins против Big Rip. Ну что же. Увидим. Увидим. Что здесь будет. Будет ли легкая победа Big Rip. Или же все-таки Five Assassins поборется. И возможно здесь какой-то переворот мы увидим в финале.